Оборонительная башня на Малаховом Кургане входила в проект комплекса укреплений вокруг Севастополя, утверждённый императором Николаем I. Строительство началось 23 марта 1854 года, и уже 10 июля того же года башня была освящена. Строили укрепления по проекту военного инженера Старченко на средства местных купцов. В первоначальном виде сооружение имело два закрытых яруса – 52 бойницы для ружейной обороны. На площадке верхнего яруса установили 5 18-фунтовых пушек «Коронат». В период крымской кампании оборонительная башня была эпицентром ожесточённых боёв за Севастополь. Во время первой бомбардировки верхний ярус башни разрушила английская артиллерия. Нижний сохранился, и во время обороны в нём находилась канцелярия начальника 4-й дистанции оборонительной линии, контр-адмирала Истомина, часовня, перевязочный пункт и склад боезапасов. Захватив Малахов курган, неприятель устроил на крыше башни телеграф с домиком для наблюдателей. Это запечатлено на снимке военного фотографа Джеймса Робертсона. Снимок был сделан в 1855 году. Оборонительная башня на Малаховом кургане называлась по-разному. Вперёд Крымской войны – Малаховой, Белой и Круглой. Позже она была именована в честь Владимира Алексеевича Корнилова. В конце XIX века началась реставрация Малахова кургана. На месте гибели адмирала Корнилова был установлен памятник. К 50-летию обороны Севастополя в реставрированной башне открыли часовню. Существует несколько нереализованных проектов реставрации. Предлагалось сделать из укрепления церковь. А военный инженер Фридрих Оскар Энберг планировал восстановить второй этаж башни и даже достроить третий. Но эти варианты были отклонены, так как нарушали бы исторический облик строения. Во время Великой Отечественной войны башня сильно пострадала. А в 1957 году была вновь реставрирована. Вместо второго этажа, вместо второго яруса была сооружена небольшая башенка. А на лицевом фасаде башни по проекту архитектора Адольфа Львовича Шефера были вмонтированы мемориальные плиты с перечнем частей, защищавших Малахов курган в дни первой обороны. В 1958 году на башне появился вечный огонь в память павших воинов. От его пламени был зажжен вечный огонь в Новороссийске, Керчи, Одессе, Насапун-горе. Но с целью сохранения башни в 1989 году огонь погасили и чашу демонтировали. Сейчас в башне расположен музей. В нем более 200 экспонатов из фондовой коллекции Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя. Портреты героев, их личные вещи, награды, документы, стринные литографии, фотографии, гравюры. В витрине мундир гарниста 27-го Волынского пехотного полка. Захватив южную часть Севастополя, англичане увезли этот мундир как трофей в Англию. А позже мундир приобрел в свою коллекцию известный английский коллекционер Евгений Малу. И в 80-х годах 20-го века он передал этот мундир нашему музею. То есть это подлинный мундир 19-го века участника обороны Севастополя. В наши дни башня остается символом героизма и доблести русского народа. А экспозиция внутри нее привлекает ежедневно десятки экскурсионных групп. Наталья Данилова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. Продолжение следует...